Сегодня вы увидите обзор на микроскоп, который обладает рядом очень интересных и уникальных возможностей, которые делает этот микроскоп полезным не только для людей, которые занимаются заточкой ножей, но и для людей, независимо от их профессии. То есть он будет полезен в каждом доме, в каждом гараже, в каждой мастерской. И вот почему. Всем мира, добра и любви. Нашел совершенно случайно этот микроскоп. И когда я его увидел, я понял, что у меня есть необходимость в этом микроскопе. И я думаю, он пригодится практически каждому через свой габарит и через свои возможности. А что может этот микроскоп? Почему он такой полезен? Будем разбираться, когда откроем и посмотрим на этот микроскоп и разберемся с его функционалом и вот этими уникальными возможностями. Но сначала хочу сказать, что этот микроскоп от производителя Understar. И у меня есть от этого производителя уже два микроскопа. Это микроскопы стационарные. То есть один более бюджетный, который снимает Full HD качество. Второй более профессиональный, который снимает 4K качество видео. И вот еще вот этот. Этот, он идет компактный. И есть такие ситуации, и очень много таких в жизни ситуаций, где надо что-то посмотреть вблизи. То есть при увеличении. Но нет возможности приспособить вот стационарный микроскоп. Во-первых, боишься его там где-то повредить. Во-вторых, есть такие труднодоступные места, где просто не подобраться этим микроскопом и так далее. А вот этот микроскоп, он лишен вот этих недостатков стационарных микроскопов. Пришел микроскоп в вот такой коробочке. Это оригинальная коробочка. Состояние, ну вот так себе. На подарок, конечно же, было бы неприятно, что есть вот такая доставка. А внутри все в целости и сохранности. Открываем. Здесь у нас поролон и инструкция. Инструкция у нас на английском и китайском языках. Но она такая простая, что разобраться в принципе не сложно и так. С его функционалом и настройками. Вот единственное, что я хочу показать, это его параметры. То есть, что он может. А снимает этот микроскоп в Full HD качество 30 кадров в секунду. Но это не главное его преимущество. Поскольку вот такой параметр в принципе есть в многих микроскопах. И здесь намного интереснее возможность. Убираем инструкцию. Что в комплекте? В комплекте идет чехол. Он по всей видимости водонепроницаемый. Очень приятный на ощупь. Плотная такая ткань. Внутри он вот такой. Водонепроницаемый он или нет, конечно же я его еще не проверял. Но это очень хорошо, что он есть в наличии. Для транспортировки будет очень удобно. Также, что мне очень понравилось. Я этого не увидел, когда смотрел описание. И размышлял над тем, заказывать этот микроскоп или другой там еще был. Но этот мне больше понравился. Но вот, оказывается, здесь есть карта памяти на 32 гигабайта 10 класс. Это очень было приятно, поскольку не надо покупать отдельно. Учтите, это не знаю указано там или нет. Ссылку на микроскоп оставлю в описании под видео. Также есть кабель для зарядки microUSB. Кстати, сразу же хочу сказать, что этот микроскоп работает не только от встроенного аккумулятора, который есть внутри, но и от повербанка. Поскольку пришел этот микроскоп, там было очень мало заряда. А мне так хотелось его уже поиспользовать, попробовать, что он может и так далее, что я попробовал подключить повербанк. И он работает. То есть, одновременно заряжается и работает. Это также приятная возможность. Темляк для того, чтобы не уронить микроскоп, поскольку он, из-за того, что он компактный, вы, думаю, пожелаете его взять где-то с детьми поиграть. А я так вот и планирую сделать, поскольку как только увидели дети вот этот микроскоп у меня, они сразу же начали приносить мне какие-то там предметы. И посмотри на это, посмотри на то, как оно будет при увеличении. Ну и все, в принципе, в коробке больше ничего нет, поэтому я ее просто убираю. Поэтому, вот, даже польза с этим микроскопом, если вы пожелаете поиграть с детьми где-то на свежем воздухе, взять с собой, он легкий, компактный, сумочку помещается. Взять с собой, посмотреть на каких-то жуков, там, на какие-то цветы и так далее под микроскопом. Это очень интересно и вот полезное занятие вместе с детьми. Так, по габаритам. Я говорю все о компактности, но интересно, наверное, узнать, какие именно здесь габариты. Где-то 6,5 см. По длине, вот давайте, вот этот именно, как я сказал, телефон 13 см, а толщина 2,5 см. А вот эта пушка, она 13 см и диаметр где-то 3,5 см. Это, чтобы понимать, его габарит. Конечно же, он настолько компактный, что независимо от того, чем вы занимаетесь, например, вы занимаетесь ремонтами на выезде какой-то техники, вы совершенно спокойно можете его взять в рюкзак или в портфель, или в коробку с инструментами и воспользоваться, когда будет такая необходимость. Я думаю, что это очень прикольная вещь для людей, которые там занимаются пайкой или ремонтируют электронику где-то на выезде. Вот с собой всегда вот такой микроскоп получается. Можно таскать. Что касается качества сборки, оно мне понравилось. Вот очень понравился пластик. Пластик такой, как будто софт-тач покрытие. Думаю, отпечатки пальцев здесь будут видны, но он очень приятный в руках. Реально, как будто прорезиненный какой-то. Вот здесь обычный пластик, вот здесь. А вот здесь как будто все прорезиненное. Это также мне понравилось. Форм-фактор, думаю, понятно. Здесь, я так понимаю, у нас аккумулятор. Аккумулятор. Вот здесь колесико настройков фокусировки. То есть, вы сможете дальше фокусироваться на объекте, ближе. Что мне также понравилось вот в этом микроскопе. Можно прям вот прикладывать к руке, например, чтобы посмотреть. Вот, например, заноза в руке. И посмотреть, где там, что там, как его извлечь и так далее. Можно с помощью этого микроскопа. Я смотрел даже ребенку там на порез, также смотрел в уши, смотрел, нет ли пробок, также можно посмотреть. То есть, много разных применений в быту даже. Просто на дом купить вот такой микроскоп, я уверен, будет много ситуаций, где надо что-то посмотреть. Где-то что-то, ребенок сейчас лето там, какая-то заноза в пальце. Где-то что-то, там, порез какой-то. Где-то еще какие-то ситуации. Ну, вот сейчас так тяжело вспомнить, но я уверен, что будет очень много. Я вот только его получил, уже нашел ряд, как бы, применений этому микроскопу через его компактность. Через то, что с этим микроскопом можно куда угодно там путешествовать. Можно взять его и добраться в каком-то даже труднодоступном месте, посмотреть то, что вас интересует при увеличении. По настройкам. Здесь у нас есть возможность, и это очень круто, прикручивать обычные штативы. То есть, не надо даже стойки покупать. Просто вот так прикручиваем. И воспользоваться можно микроскопом на стойке. Он очень хорошо адаптирован под то, чтобы его использовать без стойки. И сейчас вы в этом убедитесь. То есть, здесь как будто есть какая-то стабилизация изображения, что ли. Ну, вот, в принципе, вот так можно использовать и так далее. То есть, есть этих приспособлений очень много. Можно на присоске использовать. Можно вот такое. Можно какие-то штативы. То есть, много-много-много всего. А можно купить вот такую стойку. И использовать на стойке. То есть, также есть продажи на Алиэкспресс. Устанавливаем вот сюда. Единственное, что надо подобрать, вот этот диаметр. Сколько там было? 3,5, если не ошибаюсь. Посмотрите, там будет указан точный параметр. Да, 3,5. Чтобы он поместился вот сюда. То есть, такую стойку также можно использовать с этим микроскопом. Дальше. Следующая возможность. Здесь у нас есть регулировка яркости света. То есть, то, что здесь есть дополнительное освещение. Вам не надо его таскать с собой. То есть, все здесь встроено. И даже если вы прикладываете к руке этот микроскоп, он может фокусироваться. И у него есть свой свет. И это круто. И его можно настраивать по яркости. Здесь у нас колесико фокусировки. И оно, как бы, очень плавно так вращается. Не получится сместить его с места просто касанием или встряхиванием. Здесь надо прикладывать усилия. И движение такое, ну, плавное, хорошее, добротное. Мне это понравилось. Что нет такого, что вот коснулся, и оно все потерялось. Фокус. Ну, а теперь открываем. И еще одно преимущество этого микроскопа. Здесь даже не в каждой камере или фотоаппарате есть такая возможность. Вращение вот этого экрана на больше 360 градусов. Вот, смотрите. Вот такое положение. И я перекручиваю. Это то, что было. А нет, 360. 360 градусов. Мне показалось, что он еще делает немного оборот. Ну, как это? В принципе, да, 360 градусов. Очень, практически 360. Очень хорошие возможности по настройке экрана под себя. Здесь, как видите, на экране есть еще транспортировочная пленка. Но я ее не стану снимать. Я просто обрежу и оставлю. Поскольку очень хорошо просматривается картинка. Даже у меня здесь при ярком освещении. Даже с транспортировочной пленкой. И качество экрана обалденное. И я вам это продемонстрирую. Есть динамики еще по настройкам. И клавиши управления. Можно делать фотографии. Можно снимать видео. Одна, единственная клавиша включения. Нажимаем ее. Нет. Нажатие ничего не делает. То есть, если вы просто коснетесь клавиши, он не включится. И это, в принципе, хорошо. Надо прижать и удерживать. Я вспомню. Вот тогда осуществляется включение. Здесь у нас идет увеличение. Это, я так понимаю, цифровое увеличение. А здесь оптическое. Здесь меню. Здесь у нас клавиша выбора. И клавиша старта записи, если не ошибаюсь. Сейчас проверим. А, нет. Не проверим, поскольку надо. Вот здесь у нас есть вот такой отсек. Он закрыт. Для того, чтобы не попадала пыль и влага, я так понимаю. И здесь у нас есть возможность зарядки. Рестарт, так понимаю, это клавиша. И установка карты памяти. Карта памяти до 32 гигабайт подходит. И, конечно же, чем выше класс, тем лучше качество будет. Поэтому здесь в комплекте есть карта на 32 10 класса. Так как она устанавливается. Я уже ее устанавливал, записывал, но решил показать вам, как оно все осуществляется. И вот так все закрывается. Все убираем. И для того, чтобы начать запись, у нас сейчас видео здесь установлено. Просто нажимаем клавишу ОК. Нет, ошибка, наверное. Все же клавиша вот эта, по центру. Это просто клавиша выбора. Просто у меня на моем микроскопе ОК это и запуск. А здесь нет. И я вот путаюсь. Ну и останавливаем вот так. Сейчас я еще вам продемонстрирую его возможности. Но сначала хочу показать качество просмотра картинки из экрана. То есть не надо ничего там записывать. перекидывать на ваши там телефоны или компьютер, чтобы просмотреть потом картинку. Можно просто посмотреть вот так. И в принципе я для этого и покупал. Чтобы ничего не записывать, а просто вот так посмотреть. Посмотрите, какая обалденная. Надеюсь, вам передает эта камера картинка. Но это просто как с телефона смотреть. То есть качество просто отличное. Просто обалденное. Они отличные, а обалденное качество. И обратите внимание, есть какая-то стабилизация. Поскольку я могу совершенно спокойно сфокусироваться на каком-то объекте. Посмотреть его. И минимально нет вот такого. То есть если фотоаппарат взять без стабилизации, там просто все прыгает на таком увеличении. А здесь все в принципе просматриваемо. И отыскать какой-то участок. И это было на весу. То есть я на весу держу и микроскоп, и плату. А если вот так, тогда вообще нет никаких проблем. Где? Есть фокус. Вот. Мы просматриваем все легко и просто. И качество картинки. Ну, просто круто. Я откровенно вам признаюсь, я не ожидал. Я ожидал, что будет хорошее качество картинки. Поскольку этот производитель, Андестар, мне очень нравится. И если говорить о микроскопах, здесь все отлично. Вот в этом случае. Но чтобы качество такой картинки на таком маленьком микроскопе, я не ожидал. Не ожидал. Просто я считал, что я буду видеть риску. Поскольку я покупал этот микроскоп в принципе для заточки ножей. Основная цель, чтобы не подстраиваться стационарным микроскопом, я смогу вот при заточке посмотреть, на каком этапе заточки я нахожусь. Просто с помощью этого микроскопа посмотреть, убрал я или нет риску от предыдущего бруска. И у меня будет понимание, уже точное понимание, переходить к следующему бруску или нет. Конечно же, если вы затачиваете просто для себя, это все не важно. Это важно только тогда, когда вы пытаетесь добиться идеальной заточки, там, например, полировки в зеркало. Чтобы не работать очень долго следующим бруском, убирая риску от предыдущего и еще одного бруска, то есть на две позиции назад, тогда надо вот все убедиться, что вы убрали риску, только тогда приступать к заточке следующим бруском. И в этом поможет мне вот такой микроскоп. Вы будете видеть его у меня для заточки. Но, конечно же, если вы занимаетесь пайкой, если вы занимаетесь ремонтами техники, если вы занимаетесь антиквариатом, в принципе, посмотреть какие-то там монетки, вот сейчас посмотрим при увеличении, что у меня еще есть. И давайте еще какой-то нож, вот, например. Здесь очень маленький подвод, где-то около миллиметра, поэтому здесь просмотреть глазами очень тяжело. Практически, наверное, невозможно все увидеть. Ну, как можно, но не так удобно будет. И в любом случае вы что-то упустите, а вот здесь все будет хорошо просматриваться. Но при тем, как показать вам, что он может, как он снимает, мне надо настроить, наверное, установить его все же на какую-то платформу. Нет, давайте не так. Давайте попробуем. Я сейчас вот буду снимать вот так, и покажу вам картинку, которая получается при съемке с рук. То есть вот здесь установлю вам, наверное, картинку. Вот сейчас я нажимаю запись. Запись. И мы попробуем вот так посмотреть. Потом мы попробуем посмотреть с максимальным увеличением, и все это с рук, чтобы вы видели, там прыгает картинка, качество картинки, при съемке с руки и при съемке с штатива. Но если вы даже будете где-то снимать в таком месте, где нет возможности установить штатив, есть другие крепления, такие как присоски, или вот эти пружинки, которые наматываются на какие-то там предметы, цилиндрические любые, в принципе. И отыскать крепление для такого микроскопа, я думаю, будет несложно практически в любой ситуации. Но иногда вы будете снимать с рук, чтобы не пользоваться вот этими всеми дополнительными приспособлениями. Вот тогда будет вот такое качество, которое вы видите. Ну и это у нас, конечно же, минимальное увеличение. Сейчас мы будем все ближе и ближе. И так при максимальном увеличении, я уверен, что будет тяжелее, наверное, сфокусироваться. Но, в принципе, оно все справляется. Я уже проверял, вот смотрите, какое увеличение. И я, картинка не прыгает. Сейчас, чтобы мне было лучше видно, я вот так сделаю. Ну, то, что здесь поворотный экран, это очень круто. Смотрите, какое качество картинки, даже с моего экрана. То есть, вернее, с экрана этого микроскопа. Не надо перекидывать картинку на какой-то большой экран. Все просматривается идеально просто. Ну и дальше увеличение. Все, я уже касаюсь к... Я так понимаю, я уже касаюсь к плате. Но я могу дальше увеличить, делать увеличение. Но там что-то упирается уже у меня. Ну, вот так, наверное. Я уже упираюсь в плату. Вот это максимальное увеличение. Давайте какой-то такой объект. Вот. Давайте еще ближе. Вот. Это у нас максимальное увеличение. В данном случае я просто не могу подобраться ближе потом, поскольку есть какие-то объекты, которые мне мешают на этой плате. И сейчас вы видите не только с экрана, но и как оно на картинке получается. Вот на видео. Ну, с видео. То есть, я просто размещу вот здесь видео для вас с этого микроскопа. Ну, вот такое увеличение, если говорить о плате. Давайте еще монетку посмотрим. Монетку можно ближе, кстати. И я могу еще и свет добавить. Так, где здесь свет добавляется? Вот так. То есть, это уже у нас максимум освещения. Ну, и очень легко и просто сфокусироваться на любой части вот этой монетки. Посмотреть на любой. Посмотреть ее качество. То есть, для людей, которые занимаются антиквариатом, что-то рассматривают, или для людей, которые коллекционируют какие-то там монеты и еще что-то, посмотреть качество, думаю, будет просто огонь. То есть, взять с собой и где-то там на улице, просто посмотреть на качество монетки. Ну, и давайте еще и с рук посмотрим на качество заточки. Вот этой. Этот нож уже работал, но тем не менее. Здесь даже видно, что уже была оправка. То есть, этот нож правился мусатом после заточки. И вот, как оно рассматривается. Так, здесь света много очень для этого ножа, поскольку зеркальные подводы и блеск видно. Ой, я воспользовался фокусировкой вместо того, чтобы воспользоваться уменьшением света. Еще не привык к этому микроскопу. Так, теперь ищем фокус. Вот, когда отключил свет и, на минимум вернее, картинка просматривается просто идеально. Но это был не подвод. Одну секунду. Вот, подвод он в темноте. Надо больше все же света. Вот так. Зеркало. Оно всегда так, когда зеркало. Ну, видно риск. Глазами это все не просмотреть. Давайте немного будем убавлять свет, чтобы увидеть, какая ситуация. Как все меняется, когда минимизируешь освещение. Ну, вот так, наверное, самая интересная картинка получается. Еще немного с фокусировкой поиграюсь. Это все с рук. Чтобы вы понимали, я снимаю с рук. То есть, посмотреть с рук на результат можно. Заточки. Ну, вот. Это у нас картинка с микроскопа, которым я снимаю с рук. А сейчас я возьму, воспользуюсь еще подставкой. И посмотрим, как будет меняться картинка. Давайте я остановлю, кстати. Это. И посмотрим и на вот эти платы, и на монетку, и на заточку. Чтобы вы понимали. Если у кого-то будет еще какое-то желание что-то там просмотреть, пишите. Поскольку микроскоп будет у меня, я думаю, вы будете видеть его у меня при заточке ножей. Выключается он, кстати, так же, как и включается, одной кнопкой. Сейчас я возьму подставку и покажу вам еще картинку с подставки. Итак, вот так я его решил установить пока. И вот так. Вот такая картинка получается, если воспользоваться подставкой. То есть, уже нет качания. И даже то, что было, как мне кажется, будет очень хорошо. Но я еще не видел картинки, которая получается при записи. То есть, я вижу картинку, которая получается вот сейчас на экране у меня, на экране микроскопа. Она мне очень нравится. И как все можно просмотреть. Я могу и ближе, то есть, сделать больше увеличения, но тогда я не могу, не смогу двигаться, поскольку будет упираться часть микроскопа в микросхему. И вот те объекты, которые выступают. То есть, возвышение какое-то есть, и оно не пускает. Вот, например, вот это. Давайте еще вот так посмотрим. Это что касается микросхемы. И это будет, наверное, интересно для людей, которые занимаются пайкой и ремонтом какой-то электроники. Фокусировка. Вот сейчас точность. Вот, например, это на верхнем объекте оно сфокусировано, наверное. А вот на нижнем сейчас. Вот. Теперь на самой плате. Поскольку вот есть какие-то вот выступы, и оно уже надо фокусироваться, поскольку очень близко. Ну, как-то так, чтобы вы понимали. Давайте еще вот эту. Здесь можно ближе, наверное, подобраться. Вот здесь уже меняется фокусировка, поскольку оно все ближе к микроскопу. Вот так. Ну, а теперь давайте монетку еще посмотрим. Очень нравится качество картинки, которая получается на экране. Очень. Экран они установили вот в этот микроскоп, очень крутой. Несмотря на то, что он маленький. Так, это у нас монетка. Ну и еще давайте заточку посмотрим на этом же ноже и попробуем какой-то другой беззеркальной заточки, чтобы не было вот этого блеска. Так, я думаю, нож. Надо будет что-то подложить на секунду. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Не могу увидеть... Не самый интересный штатив я выбрал, поскольку он немного раздвигается в процессе и меняется фокусировка. Продолжение следует... А здесь нет... Здесь просто он ниже должен опуститься. Получается, что нет возможности четкой фокусировки и удержания этого фокуса. Продолжение следует... Ну и давайте еще какой-то нож посмотрим. Еще зеркальная одна, а потом какой-то другой посмотрим еще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот такие результаты. Я еще посмотрю то, что получилось у нас на флешке, то есть в записанном виде. Но то, что я вижу на экране, меня полностью устраивает. Очень прикольный микроскоп. Но вот эта стойка, она не подходит. И почему не подходит, вот сейчас покажу. Просто когда я выставляю какой-то... Так, отключаем его. Все, выключение. И когда мы выставляем какой-то угол на этом штативе, он вот так. Дальше двигается, двигается и смещается фокус. Надо все же, наверное, если вы желаете... Или чтобы фиксация была на каждом каком-то там отрезке. Или вот такое, если вы желаете. Но не такое, это очень бюджетное. Вот это приспособление, видите, оно разваливается. Это, оно там стоит меньше доллара. Но надо какое-то качественное. Чтобы просто была возможность где-то прикрепить этот микроскоп. Ну, или вот такое, также очень бюджетное. Надо просто отыскать что-то там подходящее. Но это не подойдет, оно также будет играть. Это бюджетное не подойдет. Надо, ну, вот, в идеале, что-то вот с возможностью вот регулировки вот такой. У вас есть фокусировка вот здесь. Поэтому, как бы, это не так обязательно, чтобы такая точная была настройка. Ну, вот, чтобы была возможность настроить по высоте. Тогда просто у вас будет больше возможностей вот в этом, в этого микроскопа. И желательно, чтобы это что-то было переносное, поскольку это все компактность. И не хотелось бы потерять вот эту компактность, которую обладает этот микроскоп. Но, я вам скажу, если картинка хорошая даже с рук, то есть, получится, я сейчас посмотрю, какая получается картинка. Зачем все это? Можно просто с рук снимать, смотреть. То есть, если что-то поискать, какой-то поврежденный участок микросхемы, или просто посмотреть результат соточки, зачем все это, зачем вот эти штативы. Это просто для информации. Все снимается с рук, все смотрится с рук через вот этот микроскоп. Кто что думает о этом микроскопе, у кого есть какие идеи, все пишите в комментариях под видео. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Надеюсь, информации было достаточно для того, чтобы вам было проще принять решение, нужен он вам или нет. Этот микроскоп. В любом случае, всем спасибо за просмотр. Мира, добра и любви.